Любой бизнес можно открыть у нас. Глава Химок Дмитрий Волошин рассказывает заместителю председателя правительства Московской области Вадиму Хромову о поддержке коммерсантов в своей вотчине. Открыть свое дело легко. Надо иметь бизнес-план, стартовый капитал и желание работать. Пришел наговорить, 5 миллионов рублей, хочу что-нибудь. Изначально мы пригласили его в каворкинг. Но надо отметить то, что у нас по муниципальной поддержке открыт каворкинг, который в этом году, в следующем ему будет 3 года, и реализован этот проект более чем на 100%. Получить полностью оборудованное рабочее место по минимальной стоимости, бухгалтерские услуги и юридический адрес – это лишь малая часть помощи, которую оказывают начинающим коммерсантам в Химках. Один из предпринимателей, кто воспользовался такой возможностью несколько лет назад и сегодня успешно работает – учредитель международной логистической и юридической компании Владимир Пинчук. Вдобавок, химчанин еще и получил грант от города. Изначально открывал ИП. Город помог, я выиграл грант на 300 тысяч рублей. У нас была интересная достаточно модель, мы подготовили бизнес-план. Город помогал также информацией. Мы обращались в юридическую помощь, нам рассказывали по вопросам налогов на начальном этапе, потому что, если честно, изначально я не понимал, куда, что, зачем и почему, куда идти, как. И пришлось консультироваться именно с городом. На форуме «Открой свой бизнес в Подмосковье» собрались действующие и будущие предприниматели, а также главы городов и районов. Руководители муниципалитетов рассказали о преимуществах, которые смогут получить коммерсанты, работая на их территории. У нас есть имущество, которое мы сегодня предоставляем льготно в аренду для тех компаний, которые ведут социально ориентированный бизнес. Стоит отметить, что в этом году было зарегистрировано у нас более трех тысяч компаний на территории города и обособленных подразделений предприятий, которые уже функционировали в Химках. Вот в абсолютных цифрах это дало 600 миллионов рублей региону Московской области и 38 миллиардов рублей непосредственно городу. А вот все эти деньги, они реинвестируются обратно в Подмосковье, обратно в муниципалитет. Подмосковье в тройке лидеров по числу предпринимателей в России. Без малого 350 тысяч коммерсантов региона стабильно пополняют налоговую казну. В 2019 году мы продолжили программы Московской области на сумму более 834 миллионов рублей по поддержке разных проектов малого и среднего предпринимательства. Это и компенсация части затрат на промышленное оборудование при строительстве промпредприятий, это поддержка социального предпринимательства, поддержка фермерских хозяйств. Нам важно, чтобы малый бизнес продолжал развиваться и чувствовал себя комфортно. В дополнение к этому в 12 муниципалитетах Подмосковья уже заработали центры «Мой бизнес». Это аналог МФЦ. Только здесь услуги получают предприниматели от консультаций до реальной финансовой помощи. В планах открыть аналогичные центры помощи во всех муниципалитетах Подмосковья.